Дорогие друзья, благодарна всем, кто присоединится к нашей беседе, кто посмотрит эту запись в YouTube, будет очень интересно. Устраивайтесь поудобнее, поверьте мне, эта запись будет абсолютно волшебной. Такого гостя у меня ещё никогда не было. Позвольте мне представить, Евгения Ященко, это жительница Шелихова района, очень талантливая женщина, мама четырех замечательных детей. Евгения – мастер-наставник по пошиву традиционного костюма старожилов в Сибири. Ещё до 2011 года она работала по профессии инженер-геодезист. И спустя 11,5 лет она решила кардинально изменить свою жизнь, свою профессию. И вот именно об этом она нам сегодня и расскажет. Я вижу, что Евгения уже присоединилась к нам. Подвигайтесь поближе к своим камерам. Я приглашаю. Будем надеяться, что ты сможешь подключиться. Я тебе сейчас отправила приглашение. Тебе просто нужно будет нажать на кнопочку. Я вижу, что ты уже подключаешься. Здравствуй, ой, здравствуй, красавица. Здравствуйте. И я вижу, что с тобой наш большой сюрприз. Это Виктория. Виктория, здравствуй, красавица. Я очень рада приветствовать вас. Мы вам звоним. Здравствуйте. Из Великобритании. И очень рада, что вы присоединились. Для нас это гордость. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько красивые девочки. Если вы чуть-чуть отойдете от камеры, мы сейчас увидим ваши великолепные наряды, которые Евгения сама сшила. Учитывая, что, Женечка, ты же только два года назад как начала сшить. Ой, какие красавицы. Можно я вас сфотографировать? Ой, какие красавицы. Подождите, постойте. Давайте улыбнемся, сейчас сфотографируемся. Так, как говорят, удалить, чтобы мы вернулись вновь на связь. Присаживайтесь поудобнее. Какие вы красивые. Женечка, я просто не верю, что ты согласилась. Здравствуйте. Я так волнуюсь, честно. Всем добрый день. Здравствуйте. Я тоже очень волнуюсь. Я знаю, что вы специально пришли со школы. У вас же вечер сейчас, да? Чуть-чуть пораньше. Да, у нас сейчас 7 часов вечера. Забрала ребенка вот со школы и успели уже переодеться. Молодцы. А вот. Молодцы какие. Ну, рассказывайте. Я хотела сразу же спросить. Вот, глядя на вас, да? На вас обеих. Как это здорово, когда девочки и женщины носят платье. Мне кажется, ты же этого и добиваешься, правильно? Да, совершенно верно. То есть моя в последнее время такая вот большая мечта, чтобы женщины обратились к платью. То есть носить... Я не призываю носить костюмы, да? Ну, хотя бы носить платье. Потому что я года 3 назад отказалась от брюк совсем. Вот. Но потом так получилось, что муж мне подарил машину. И время от времени, то есть все равно приходится одевать джинсы. Потому что, ну, за рулем не очень удобно в таком платье. То есть это большой подол. Это 3 метра по подолу. И есть у меня платье, которое 4,20 по подолу. То есть это такой большой колокол. Это надо умудриться сесть за руль, так, чтобы еще ничего нигде не помять, не замарать. Не, как говорится... И чтобы еще потом не запутаться в педалях-то. Вот. И я время от времени, конечно, одеваю брюки. Но стараюсь все-таки ходить в платье. А почему обратилась к платью, что... Я обратила внимание, когда путешествуешь между городами на общественном транспорте, я поняла, что очень мало женщин, которые сегодня носят платье. Когда, допустим, плохая погода, я такая еду в машине и понимаю, что на сегодня я не видела ни одной женщины, которая была бы в платье или в юпих. Я понимаю, конечно, погода такая не очень тепло, не очень позволяющая. Но так хочется, чтобы наши женщины носили платье. То есть моя вот сейчас мечта, чтобы женщины все-таки время от времени носили платье. Это очень красиво, это очень хорошо. У меня с платьями, с моими платьями я начала шить... Спасибо большое, что рассказала про меня. Я начала шить буквально где-то 2-2,5 года назад. И когда стала одевать эти платья и выходить в люди, в народ, я обратила внимание, что мне уступает место в транспорте, мне мужчины открывают двери, мужчины пытаются отобрать у меня пакеты. Я говорю, да мне всего-то машины тут 2 метра дойти. Он говорит, такая красивая женщина не должна носить пакеты. То есть, ну, получилось, что вот такое вот внимание вот ко мне уже. То есть я такая думаю, наверное, потому что я в платье. Платье... Вообще я очень люблю безумно длинные платья, которые вот прямо в пол. И когда начала шить, я, перелистывая свои записи, нашла одну такую... Такой момент, что у меня было записано, что я хочу померить платье 18-19 века, чтобы на себя одеть. Получилось? И когда ты понимаешь, что ты сам их шьёшь, вот эти платья теперь, сарафаны, платья... Вот так вот иногда и происходит, что сам, не понимая того, осуществляешь свою мечту. Викуля вот моя, она очень любит носить мои сарафаны. В прошлом году, то есть у неё был другой сарафан, он чуть поменьше. А когда мы пошли организовывать показ, когда вот у Загурского у нас был показ, именно моделей руссконародного костюма, нашего, сибирского костюма, я поняла, что Вика наша выросла из того сарафана, который у неё был. Поэтому ей пришлось в срочном порядке отшивать новый. И ей этот сарафан безумно нравится. Она вот тоже нервничает, стоит теребить пояс. Пожалуйста, не нервничай. Покажись нам ещё раз, покажи свою красоту, которую мамочка тебе сшила. Я знаю, что, ой, очень красиво. Я знаю, что все девочки любят в платье. Но это же старое, как сказать, всё сибирское, правильно? Это всё такое вот, как сказать, душевное. Это же вот насколько мамочка твоя молодец. Да, это тёплое. Что, что ты тёплое говоришь, да? Да, то есть оно такое, ну, я бы сказала, энергетически такое тёплое. То есть от него очень хорошая энергетика идёт. На главу. Вот, Виколька, а сама расскажи. Расскажи нам, пожалуйста. А сама расскажи. Я знаю, что у нас рукодельница, ведь правильно? Потому что я знаю, что твоя мамочка, с чего она начинала рукодельничать? Она сначала делала куколки для тебя. Ведь благодаря тебе у нас сейчас мамочка находится на экране. И её все выставки, её все работы, её телевизионные программы, это всё благодаря тебе, потому что ты была её вдохновением. Я знаю, что мы вместе, если не ошибаюсь, мамочка связала куколку, да? А ты её разукрасила, если не ошибаюсь. Сшила. 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 Я увидела... Мне очень давно нравятся изделия, я бы не сказала, поделки, изделия. Есть женщина, которая занимается такими вот текстильными куклами, Саша Русская, да? Вот мне она очень нравится, у неё изделие. Когда я увидела у неё мастер-класс о том, что можно из бязи сшить игрушку, а потом её раскрасить. То есть вот на основе этого мастер-класса мы сделали свою, как говорится, такую совместную игрушку. Когда я дошивала, получается, дошивала другую игрушку, а Вика вокруг меня всё время, мама, ты когда сделаешь белую? Ну, когда ты сделаешь белую? Я же хочу раскрасить, я же хочу раскрасить. В итоге у нас вот получилась вот такая вот хорошая... Какая красивая, очень красивая. Покажу чуть-чуть поближе к камере, чтобы прямо все... Ой, какая прелесть. Как ты её назвала? Никак. Но пока не знаю. Мы можем спросить наших зрителей, да, и в дальнейшем, кто будет смотреть в записи, что вы с мамочкой потом организуем, может быть, название, самое лучшее имя этой куколки, да? Имя, имя. Да, было бы хорошо, потому что я стараюсь своим игрушкам дать как-то имена, то есть они в основном все у меня именные такие. Есть у нас очень хороший талисман нашего дома, зовётся Николаевич. Это Николаевич, который у вас есть здесь в машине? Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Советую всем посмотреть на Евгении блог. И там великолепно. Причём размер игрушечки такой маликусенький, да, очень маленький. Да, красивый. Великолепный. Вот он такой расхлястанный, то есть у него лапки двигаются. У меня есть клиентка, которая покупала себе, она говорит, я повесила на работу на лампу себе над рабочим столом. Когда, говорит, нервничаю, сижу, перебираю лапки, успокаивает. Вот, начинаю дальше работать. Это как талисман. Женечка, мы тебя в кадре-то не видим, мы хотим задать вопрос. Что ты считаешь своим вот самым большим успехом, учитывая, что ты уже делала показы? Не скажу где, ты об этом сама можешь сказать. Мы с такой гордостью сейчас это всё послушаем. Ой, самое моим большим таким достижением, хороший, конечно, вопрос, но вот прям такой, вот прям даже не знаю, как ответить на него, потому что это надо выбрать. У меня вот, мне кажется, самый хороший результат. Это, конечно, нет. Забыла сказать, что у тебя, да, четверо детей. Говорила, да, говорила, четверо. Для меня это просто такое достижение уже. Как ты вообще совмещаешь материнство с этим творчеством? А дети выросли. Старше мы 28, средний 24, потом дольтере 19 и вот 9. Старшие уже все сами живут самостоятельно, уже 9 месяцев, как я бабушка. Ой, поздравляю. Завтра будет уже 10, как я бабушка. Женечка, ну как? С нами сейчас дома живёт только Викуля, то есть все остальные самостоятельно. Мирные дети, уже все большие. Да. Женечка, когда твои показы проходят, Виктория, ты выходишь на сцену, тоже выступаешь? Молодец, как ты такая. Мне кажется, я видела фотографии именно тебя, значит, да? Да. Мы когда начали, первый наш такой выход на сцену с Викой был, когда мы показывали с женщинами из Союза Мастеров Оникс, там, где я начала шить, с кем я начала шить, мы показывали наши покосные рубахи. То есть мы сшили покосные рубахи. Это такая праздничная рубаха, которой, ну как сказать, открывали сезон покоса. То есть женщины выходили у них, они, то есть были свои праздничные такие мероприятия, косили, конечно, не в другой одежде, в других рубахах, но это была такая праздничная. Вот. И мы показывали, каждая женщина, нас было, по-моему, 15, если не больше, когда, ну то есть мы вышли и показывали каждый, кто, какая у него рубаха, потому что разная была отделка, были рубахи, сделанные с вышивкой, были рубахи, сделанные просто с кусочками ткани, ну то есть обработка сделана. Ну, я покажу, да? Нужно, я только что хотела. Допустим, моя рубаха, она сделана вот с такой вот текстильной полоской, то есть собранная. По низу обязательно красная всегда была полоса, окантовочка такая. Это энергообмен женщины с землей. То есть одевалась, то есть когда вот женщина выходила, то есть на покосной рубахе всегда должна, должен быть красный подолк. Чего себе. Вот так вот она сама вся выглядит. Шикарная рубаха. Я виновата. Мне ничем нравится шить в руссконародном стиле, да, вот в нашем стиле. Здесь все прямоугольники, здесь нет никаких выточек. Рука в прямоугольник, перед прямоугольник, боковины тоже все, то есть все из прямоугольников. На мне платье из прямоугольников, ни одной выточки. Великолепно. А вы используете оверлок или это какой-то, как он называется, закрытый стюжок, я уже забыла, лакшери-обработка или что-то такое? Ну, сегодня я иногда использую именно оверлок, то есть у меня есть, мне подарили на день рождения оверлок, но первая рубаха моя, она сшита с закрытым такой вот, называется, платье, нет, нет. А, я ее, извиняюсь, я ее перешивала, поэтому быстренько еще поэтому подозрила. А вообще обработку мы начинали делать, то есть мы делали мебель, ой, мебельным, постельный такой вот, шов его еще называют, то есть это закрытый, обработка вот прямо всех шов, чтобы не было, ну, то есть без оверлока шили. Раньше же все вручную делали. А, кстати, да, ты на машинке шьешь вручную? Замечательно, кстати. Я сейчас на машинке шью. А раньше прям на машинке, каждый стюжок вручную было, да? Ну, раньше, конечно. Раньше машинка была очень дефицитная, то есть на машинке как-то быстрее получается. Слушай, а ты вот на этой выставке делаешь масштабные же работы, то есть чтобы у тебя произошла... Вот в ВДНХ мне рассказывали, да, что у тебя была выставка или... Да, то есть... Нет, нет, я на выставке, на ВДНХ была просто на выставке, то есть я принимала участие, я проводила мастер-класс. Как это все произошло? Да. Я в субботу увидела ВКонтакте, что девочки проводят мастер-классы на ВДНХ. Я говорю, я тоже хочу. То есть я когда увидела, говорю, тоже хочу. Во вторник мне позвонили, сказали, говорят, «А ты не хочешь провести мастер-класс на ВДНХ?» Я говорю, конечно, хочу. Вот. В пятницу я улетела. Вот. В пятницу, в субботу, в окресенье мы были в Москве на ВДНХ. Я проводила мастер-класс, делала кукол-хороводницы. Мы сделали больше сотни хороводниц в первый день. Вот. Я, конечно, устала бешено, потому что я думала, я к концу дня говорить не смогу, потому что информации очень много. С каждым человеком хочется донести до него всю ту информацию, которую ты владеешь по этой кукле. Для чего эта кукла? Зачем эта кукла? Почему ее делали? Я выбрала именно куклу-хороводницу, потому что она, это единственная, наверное, мне знакомая кукла, которая игровая. То есть она не несет такой вот смысловой характеристики, нагрузки. То есть она не обереговая, то есть она делалась для девочек, для мальчиков, для девочек, для того, чтобы развивать мелкую моторику. То есть там надо было крутить ее очень сильно так, чтобы вот у меня, к сожалению, ни одной куклы не осталось. Это к счастью, это значит, что я продала что-то. Чтобы показать. Вот. То есть вот эта куколка, она... То есть я сделала с людьми больше сотни мы сделали, ну, чуть-чуть побольше, наверное, сотни. Вот. А на второй день мы делали сухим валянием, с техники сухого валяния мы сделали мордочку нерпочки. Вот. Там уже я понимала, что меня не хватит на сотню нерпочек, поэтому мы сделали 50. Вот. Всего. Да, ну, потому что я понимала, что, то есть, очень большая нагрузка, такой большой поток людей, очень много людей, очень много позитивных, хороших, активных, открытых, и они приходились... Сначала прибегал ребенок, а потом приводил всю семью, потому что они с семьями приезжали туда на ВДНХ, ходили по мастер-классам, и с таким большим удовольствием... Я брала с собой тетрадь, и мне написали большое количество отзывов, и даже маленькие дети, которым было 6 лет, ну, то есть, вот еще они не умеют ни писать, ни рисовать, говорят, я тоже хочу написать вам отзыв. Я говорю, хорошо, давай, если ты не умеешь писать, будем рисовать сердечки, солнышки, вот, ну, все, что угодно. То есть, и дети с большим удовольствием тоже писали. Это такая порта у твоих детей, правда, Виктория? Такая порта у вас наверняка за мамочку. Скажите, какой у вас сейчас план? Виктория, над чем ты сейчас с мамочкой работаешь? Что вы будете с нею, может быть, творить? Ну, не знаю пока, что будем творить с мамой. У тебя мама полна. У нас в планах... Ага, да. У нас в планах напарник к Снегурочке. Дед Мороз. То есть, да, вот. Потом у нас сделано уже много свекулей выкроек. Мы перерисовали их, вырезали, приготовили. Но так как у мамы заказы, приходится это откладывать где-то на потом чуть-чуть. Ну, я думаю, что мы справимся. Снегурочку мы сделали. Сделаем Деда Мороза. Еще у нас заяц, ежик, свинка в раскроек. То есть, и все это пока лежит. Я предлагаю Викторию, говорю, давай, может быть, ты сама начнешь потихонечку шить. Ну, как получится шить. Она, кстати, у нас умеет пользоваться машинкой. Она отшивает у меня на верлаке полотенце. То есть, я покупаю материал. Она отшивает полотенчики для дома сама. И ты можешь отшивать, например, что-нибудь научиться. Сердечки свои красивые, правильно? С маминой любовью. Кстати, я наверняка, я сейчас, знаете, задумалась. Посмотрела в интернете. Вы же живете в Шелихово районе. Это город Шелихово или все-таки ближе к Иркутску? Город Шелихово. Так, я посмотрела, значит, в интернете у вас примерно 67 тысяч населения. А где я живу в городе, в Кентербере, у нас примерно 45 тысяч. Я просто представила, какой масштабный вот этот город, где вы живете. И какие вы звездочки. Вы должны просто себя похвалить. Какие вы большие молодцы. Спасибо. Я знаю, что твои работы выставлялись в Краеведческом музее. А это гордость. Это такая большая гордость для всех. Да, это были два года подряд, два моих наряда. Вот один стоит на манекене. Пожалуйста, если не сложно. А второй на мне. Какая прелесть. Мне так нравится твой наряда. Я бы очень хотела надеть. О, Женечка, это шикарно. Это называется ангарский комплекс. Именно ангарский, сшитый на ангаре. Это шелковая юбка. У нее подъемник с кружевом. Рубашка шелковая, куликовая. Воротничок обязательно делался... А, его, наверное, не видать. Да, а вот как нам воротничок, если сможешь. А если нет, то потом уже можно будет тебе... Тут такая техника, привязанная на этом. Тогда не нужно. Вот он, воротничок. То есть он делался корабликом, прям поднимался вот таким вот образом. Одевался. То есть это шелковая, куликовая рубаха. Тоже все из прямоугольников абсолютно. Слушай, а с шелковым же так сложно работать. Учитывая, что ты всего лишь шьешь два максимума. Вот у нас пишут девочки у нас. Привет всем, кстати, кто смотрит. Как интересно. Спасибо, что все подключились. И говорят, какая красотища, Женечка. Они в восторге. Спасибо большое. Да, конечно. Ты же только буквально 2-3 года шьешь. А я человек, который увлекается шитьем. И, кстати, благодарить тебя, Женечка, смотри. Вчера я показывала в сторис. Я ехать. Шила вот эту вот накидку. Так что я тоже сейчас с гордостью вот так вот накинула. Это жилетка. Благодаря тебе. Скольких людей вдохновляет. Спасибо. Да. Я знаю, что ты ведешь. Конечно. Что ты ведешь, если я не ошибаюсь, у тебя есть коллеги, которые тоже ведут мастер-классы с тобой, если не ошибаюсь. Может быть, ты нам расскажешь, где тебя найти, как научиться вот этому твоему мастерству. Мы пулу отпустим. Пулечка, подожди, пока ты не ушла. Спасибо тебе огромное. Ты можешь потом подойти к самому концу, если ты хочешь. Я сама мамочка почти 16-летней доченьки. И вот она в твоем возрасте тоже увлекалась шитьем. Поэтому не бросай. Ни в коем случае. Потому что это такое, как сказать, благодаря творчеству, ты даже когда пойдешь искать работу или еще что-то, у тебя творческое мышление, насколько поможет оно тебе в жизни в дальнейшем. Так что ты молочина. Спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в гости. И мы надеемся, что мы тебя увидим в следующих, как сказать, эфирах, в том числе на показах моды, в маминых показах, понимаешь? Да. Спасибо, Маша, хорошая. Хорошего вечера. Хорошо, спасибо, до свидания. Мы говорили о том, что как сложно, как ты смогла научиться за 2-3 буквально года и взялась делать вот такие шикарные наряды. Откуда? Как ты уже говорила, я такой вот инженер-геодезист, который отработал достаточно долго в своей профессии. Потом я ушла в декрет с Викулий. И стала вязать игрушки. То есть с чего все началось? С вязания игрушек. Потом я познакомилась с Иркутским Арбатом. Стала ездить на ярмарки. А потом получились такие ярмарки, где ты должна выглядеть соответствующе в нарядном костюме. То есть это должен быть национальный костюм. То есть сначала я задумалась, где бы мне взять сарафан. Но так часто в моей жизни происходит, что я только задаюсь вопросом, сразу ответ получаю. Светлана Владимировна Еремина, народный мастер Иркутской области, по традиционному костюму именно старожилов. Набирает группу для того, чтобы рассказать, показать и научить шить. Прямо вот как они были, эти костюмы. И меня пригласили, моя подружка говорит, Женя, тут собирают группу, давай пойдем шить. Я говорю, давай. Подружку зовут Ирина Агеева. Это тот человек, который... Я вчера ролик выкладывала. Это тот человек, который всегда за меня рад. Вот она всегда за мои достижения, и прямо безумно меня всегда так это поддерживает, мотивирует. И вот мы с ней пошли шить. Я говорю, я не умею шить, я боюсь шить, я не умею вырезать. У меня с выкриками проблема. То есть ткань для меня и ножницы – это что-то такое запредельное. Но когда я отшивала вот эту рубаху, вот эту, и мне был узкий горлышко, вот горлышко, я взяла ножницы и на сантиметр вырезала. Положила ножницы и понимаю, что я не боюсь резать ткань. Я не боюсь резать ткань. То есть я понимаю, что этот страх ушел. Хотя вот этот комплекс мы сшили за три дня. То есть получается рубаха, душегреечка и юбка было сшито в рамках проекта за три дня. То есть нам было всего три дня. То есть за три дня мы все это дело сшили. То есть это надо было все выкрыть, собрать. То, что касается юбки, у нее… Юбка по подолу тоже, кстати, три метра. У нее собраны складочки. У нее собраны складочки по переду. На манекене все делалось, да? Да, а вот тут посмотрите, какой хороший хвост. Очень хороший. А он, по-моему, вот мы же… Это же сибирский костюм, да, вот руссконародный, как правильно, исправь меня, пожалуйста, но… Да, это сибирский костюм, он называется ангарский комплекс, ходили, ну, то есть шили на ангаре. Ангарский комплекс. Вот. И процесс… Я когда поняла, что, оказывается, ткань можно купить в магазине, если ты испортил. Это да. Если ты не испортил, всегда можно это дело подправить, потому что, когда пошел процесс, что можно, если узко, можно дошить, если широко, можно обрезать. То есть вот это понимание того, что все можно, вообще все решаемо, все можно исправить, все можно. Я всегда говорила, что из маленького, из маленького, узкого нельзя сделать широкое. Знаете, оказывается, можно. Я такая удивительная. Для меня это было такое, таким просто открытием, это было вот так для меня… То есть это вот такое было осознание, что все, оказывается, шить может любой. А особенно, когда берется просто ткань, рвется на прям… Она не вырезается, она рвется на прямоугольники, собирается складочками. И вот мои костюмы одевают девочки от 42-го размера до 52-го. Один и тот же вот этот. Ничего. Просто девочки, когда модели выходят, у них же, они же худенькие, они же высокие, у них же метр восемьдесят. А что, ты прям по модели, да? То есть по высоте? Нет. Костюмы-то мои. И когда девочки выходят на подиум в моих нарядах, они им по колено. Мои платья. То есть по плечам, по рукавам все хорошо, нормально, а вот по длине, конечно, это… Первый свой такой большой показ, почти самостоятельный, мы проводили с Ириной Агеевой на день города, 85-летия города Иркутска, посвященный. Мы выходили и показывали… Показывали, точнее, модели выходили и показывали, как можно сегодня носить традиционный костюм в современных условиях. То есть как можно сегодня его одеть. Можно же головной уборной одеть, можно головной уборной одеть. В этом платье я хожу спокойно по городу, то есть я могу проехаться через все населенные пункты, которые мы тут у нас рядышком, да. То есть я одеваю сарафан, одеваю под него не блузку, как положено, а одеваю, допустим, футболочку. И побежал. Это правда. Вот. Я могу подпоясаться, а могу распоясаться. То есть когда вот пояс же вот он, оно же широкое. Пока ты подпоясаешься и так далее, я смотрю, что нас смотрит Янина, которая профессиональный стилист. Вот она сейчас тоже у тебя. И наоборот нам подсказывает. Великолепно. Без пояса это один наряд. Правильно? Да. Великолепно. Вот, она посмотрит. Прямо вот такое. А самое интересное, что у меня еще к нему есть второй пояс. Я его приготовила. Покажи нам, пожалуйста. Мы с большим удовольствием посмотрим. Это уже другого цвета. Одеваем. Это уже другой стиль. Ничего себе. Слушай, шикарно. Да, то есть вот другой пояс. Великолепно. Тебе... Мне больше всего нравится, конечно, со спинкой. Что тебе нравится? Немножечко не услышали. Со спиной? То есть как это выглядит со спины? Великолепно. Да. Да. Нам тоже очень нравится. И... Тебе... Всегда? Раньше. ...которая шьет великолепные пояса. Она как-то там что-то вышивает, выкраивает и что-то вот... Да. Надо будет поговорить с нею. И, может быть, она сделает как вот для вас. Да. Потому что... Да. У меня-то вот, ну... Я человек, который начинающий. То есть это первые мои пояса, которые я сшила. Я все думаю, что я все-таки отошью себе хорошего. То есть уже с хорошей вышивкой. То есть аккуратненько, чтобы строчечки были ровненькие, чтобы ничего никуда не бежало, не скакало. Потому что... Это все придется... Вы знаете, как... Да. Да. У меня вот на мне платье, да? Да. На мне платье. Да. На основе этого платья я сшила. Мы заинтригованы. Заинтригованы. Что-то нам сейчас... Ой, вот это... Я была в восторге. Это полный. Профессиональный дизайнер, да? Если я не ошибаюсь. И у них тоже в показе вот подобное платье. Великолепно. Ты его называешь полуплатье, если не ошибаюсь. Это не я. То есть это называли наши предки. То есть они его носили с рубашкой. Также подпоясали поясом. То есть это полуплатье. То есть вот то же самое платье, только без рукавов. Здесь я не сделала традиционную отделку, как оно должно быть. То есть вот столбик прошит, горловина обязательно столбиком. То есть вот. Великолепный пугович. И здесь у меня... Я хотела показать. Вот видите, боры собраны? Вижу. Два метра ткани собраны. Обалдеть. Я в восторге просто. Просто в восторге. Я даже не подозреваю, что два метра можно вот так собрать. Извините, все детали. Две швы собрались, как интересно. Так что мы сейчас... То есть на основе этого вот еще другое оформление платья. То есть здесь просто галашеечкой сделано, без стоечки. Но сделано уже вот именно со стойкой. Традиционная шивочка. Очень. Вот так же. А все остальное все то же самое. Очень красиво. А должна быть определенного качества ткань для вот этих вот костюмов? Или какую ты используешь? Я использую в основном трикотаж, говорю, хлопок. То есть это поплин, сатин, лен. Вот, а, кстати, мужская рубаха у меня еще есть. Муж у меня попросил рубаху и мышить косоворотку. Он в ней ходит на работу. А это со стойкой? То есть я говорю, давайте высыплю там. Да, она со стойкой. Она все как положено. У нее косой сделан этот. Я говорю, давай хоть вышивку, хоть какими-то шовчиками тебе там украшу. Он говорит, нет, все пусть должно быть черное. Я говорю, хорошо. А первую рубаху мне попросил сшить сын. Вот видишь, как здорово, когда у тебя есть модели дома, от которых ты отновляешься. Ух ты, какая необычная. Ну, это вот чисто вот русская. Она русская. Да, она русская. Она сшита лен прямо из-за лена. Великолепно. С прямоугольниками, с ластовицами. Все как положено. Великолепно. Ну, очень красиво. Очень красиво. А покажи, пожалуйста, еще метилогречка, жилеточка, по-моему. Ты ее приготовила? Нет, надо было спросить. Да, я все принесла. Понимаешь, я иду на курс в феврале, вот буквально, и буду учиться такой работе, понимаешь? А ты практически сама научилась и сшила. Она еще двухсторонняя, если не ошибаюсь. Какая прелесть. Да. Какая прелесть. И тепло, и красиво. Великолепно. И какие-то там брусов, если не ошибаюсь, что-то. Я в год дракона родилась. Великолепно. Ну, все, сразила меня на поваску. Как хорошо сплатель смотрится. И пуговица, и обработка вот эта вот. Я не знаю название, к сожалению, но очень красиво. А покажи нам изнутри. Это же двухсторонняя. Да. То есть она вот. Великолепно. Вот такая двухсторонняя. А есть еще другая. Хвастаться-то хвастаться. Девочки мы девочками. Конечно. Это кухвайка называется. Ее носили староверы у нас здесь в Забайкалье. То есть она была всегда черной, либо темных этих оттенков. Вот. Но так как все девочки-девочки хотят праздника. Поэтому она всегда внутри была яркая. Ярким, красивым цветочком. Вот. Здесь, кстати, очень можно хорошо посмотреть, вот как закрываются швы. Великолепно. То есть они не обработаны оверлаком, а именно закрытые. Это называется люксовая обработка, если я не ошибаюсь. Я не знаю, как это называется. Про сердцу, понимаешь? У тебя такое талантище просто. Я в восторге. То есть она уже двухсторонняя. Сверху получается сатин. Я использовала черный люксовый сатин. А внутри я привозила давным-давно, когда была в Китае, шелк привозила. Натуральный, хороший такой шелк. Не знала, куда его пристроить. Вот, наконец-то он у меня долежал. И теперь у меня есть вот такая моя хорошая кухвайка. Женечка, а можно, наверное, можно, раз ты это делаешь? То есть когда ты делаешь, изготавляешь великолепные сибирские костюмы. Ты далеко от нее убирай. Нам нравится смотреть. Ты продолжи рассказывать. Какие-то... Существуют ли какие-то, я не знаю, определенные правила? То есть, например, как ты сказала, раньше это было все черное, но так как это более современное, то есть слово-то английское modernize, да? То есть мы можем вставлять, наверное, вот в эти вот старинные наряды какую-то новизну. Это нормально, это окей, или вот это... Да. Это хорошо, это, в принципе, нормально. Когда берем за основу, то есть основа классика, и добавляем туда чего-то своего, да? Вот, я просто к тому, что я сшила викули вот из такого материала уже, то есть детская. Ты не садись, ты можешь... Она вот тоже кухвайчка. Великолепно. Да, то есть ей очень нравится, она прям с удовольствием бегает. Мне больше всего нравится то, что... Ей нравится то, что я делаю, и она носит то, что я делаю. Вот это вот прямо самое, прямо самое, мне кажется. Он не такой специальный возраст, правда, такой замечательный, нежный. Вы как раз, когда мамочку веришь, хочешь повторять за нею, не упустите вот это чудо. А тем более, я хотела сказать, в какой красоте вы живете. Я была в гостях на Байкале, вот буквально в ноябре, и вот когда ты рассказывала... Нерпочка, где вы черпаете свои идеи. Вот я хочу вернуться. Можно я в следующий раз, когда мы обязательно увидимся? Потому что я хочу все это перемерить, я хочу прийти в твою студию. И я благодарна, что вот ты нам разрешила сегодня прийти и полюбоваться. Спасибо. И многое сказать вот этими вот, вот эти волшебные твои работы. Спасибо. Ты что-то хотела бы сказать? Мне было очень прямо... Я осень рада, довольна. Я не знаю, по-моему, Верка у меня сегодня блаженство, потому что для меня это, во-первых, такая первая практика. Я думаю, что она будет продолжаться в какой-то формате, да, потому что это какой-то вот шаг вперед для меня. Особенно для меня, потому что... И для меня, да. Я проводила свой первый эфир, я посмотрела, то есть он у меня был один-единственный, но был. То есть я его делала самостоятельно. Вот теперь мы сделали его вдвоем. Вот, я очень благодарна, что так получилось, все хорошо прямо. Мы еще не заканчиваем, у нас еще есть время не переживать. Можно я тебе еще один раз один вопрос спрошу? Вот ты говорила про страхи и так далее. Наверняка были какие-то моменты, когда у тебя были сложности. То есть ты вот, да, у тебя была профессия, ты ушла практически в декрет, да, но никуда в плане профессии. Ты ушла, была инженером, да, потом раз, начала заниматься вот этим творчеством. Когда были трудности, как ты с этим справлялась? Вот посоветуй, пожалуйста, кто слушает, и это будет очень интересно, мне кажется, услышать. Я как-то не помню трудностей. Как говорит моя старшая сестра, тебе, говорит, все можно. Ура! Я по этому принципу как-то так все в моей жизни происходит. Прямо вот, потому что вроде как можно. Хотя я этого никогда не понимала. Таня, старшая моя сестра, надеюсь, она меня слышит. Привет ей большой. Я ее очень-очень люблю, я ей всегда так гордилась, я всегда ей так завидовала. Она у меня профессионально шьет. У нее свое ателье много-много лет. То есть она тот человек, который приучила меня носить сшитые вещи, которая подсадила меня на это дело. Потому что когда приходишь в магазин, первым делом что делаешь? Проверяешь швы. Расползется, не расползется. Качество ткани, качество прошивки. То есть это все у меня от нее. У меня мама всегда шила. Очень хорошо всегда шила и шьет, надеюсь. Хотя вот, наверное, сейчас с возрастом уже не так этот. Я просто помню те моменты, когда мама закрывалась в нашей детской. Нас у мамы пятеро. И она закрывалась в нашей детской и выходила оттуда, допустим, мне с костюмом, у меня была жилетка и юбка. Я понимала, что вот такой жилетки больше ни у кого нет. Или она уходила в детскую, выходила оттуда уже с вельветовым комбинезоном. Это в те-то годы, 80-е. Вельвет, комбинезон. А страхи, как я сейчас делаю страхами? Я по знаку гороскопа рак. Что делают раки? Когда мне страшно бывает, когда что-то такое, беспокойство, у меня появляется желание завернуться в плед, залезть в кровать, чтобы никто меня не трогал. А потом просыпается мой бунтарский внутренний голос и говорит, сейчас. Оно быстро встало и пошло. Молодец. Ты знаешь, ты производишь впечатление, что если перед тобой закрыта дверь, ты залезешь в окно. Понимаешь? А если окно закрыто, да, ты найдешь там дырочку, шпорточку и пролезешь в нее. Никогда не теряй вот этого качества. Потому что человек, который только увидел какое-то объявление и говорит, ой, сейчас я поеду в Москву и проведу мастер-класс, это просто чудо. Знаешь, мы с тобой немного похожи, потому что очень много лет назад я сидела в кафе, еще тогда с первым, со своим мужем, и с доченькой, она была совсем маленькая. И я прочитала, что в нашем городе открывается Крисмос-базар, и кто хочет принять участие, пожалуйста. А я не умела шить вообще. И я целый месяц ноябрь, начиная с каких-то брелков, с каких-то подушечек, с чего-то, я целый стол также собрала. А я пригласила всех твоих друзей и родственников, я купила какие-то пакетики, какие-то надписи там с любовью от Татьяны и так далее. Это стоило больше, чем даже мои вещи. И когда люди приходили и покупали, я радовалась, я говорю, вам правда нравится. И при этом моя мама, которая всю жизнь шьет, она работала в ателье по молодости, она рукодельница, она шьет шикарные и бальные костюмы, и верхнюю одежду, все. И она вообще инженер по профессии. Она была в таком ужасе, Таня, ты правда пойдешь на выставку? Я говорю, да. А почему нет? И когда я тебя встретила, мы говорили, боже мой, это же я, это же нельзя никогда такого терять, согласись. Это вдохновляет твоих детей, это вдохновляет твоего мужа. А слава богу, какая у вас счастливая семья. Я так немножечко заглянула. Спасибо большое. Викин, да, как ты влюблена в себя. Это вообще, сколько лет вы уже вместе? Двадцать лет, это мой второй брак. Да, это второй брак. Второй брак, так это же вообще чудо. Это тем более, боже мой, как у нас судьбы похожи. А я сделала свой выбор, я вот сейчас вот слушаю тебя и вспомнила о том, что я тогда возвращалась с работы, работала я за городом, в усольском топографе, геодезическом предприятии. Очень хорошее было время. И я опоздала на автобус. Автобусы ходили раз в полчаса. А мне за ребенком надо в садик бежать. И я такая бегу, а за городом, то есть надо было пробежать довольно-таки далеко до дома, минут сорок, наверное. То есть для того, чтобы, то есть бегом. И я такая остановилась. И я понимаю, что вот этот переход вот случился именно в тот момент, когда я стала переходить дорогу, то есть этот перекресток. Я такая поняла, что думаю, все, хватит, надоело. Ну сколько можно? Вот. И я думаю, что именно тогда было принято мною решение, что я буду кардинально менять свою жизнь. Молодчина. Это очень смелое решение. Я надеюсь, что я никогда не пожалею. Первая моя ярмарка, я когда себя вышла с этим столом, так же, то есть стол, скатерть, все как положено. И когда ты выходишь на эту ярмарку и чувствуешь себя, вот мое было первое ощущение, я себя ощущала обезьянкой на привязи. То есть мне было так неудобно, мне было так стыдно, мне было так некомфортно. Люди подходили, что-то спрашивали, мне было неудобно называть цену, мне неудобно было им что-то продавать. Но потом это так затянуло на целых семь лет. Я с ярмарочным своим столом проехала всю, наверное, Иркутскую область нашу. Ну, это, конечно, громко сказано, что всю Иркутскую, но я продавала свои игрушки в Иркутске, в Ангарске, в Усолье. Ездила на Байкале, мы сколько раз торговали в разных населенных пунктах. Последняя такая моя ярмарка была в Большом Галаусном, то есть мы прям на льду, когда приезжал Фетисов там со своими этими хоккейными всеми делами. И мы работали там в мороз, холодно. Ну, как-то вот семь лет. Ты отправляла свои, если не ошибаюсь, игрушки из-за рубеж. У тебя, по-моему, в Австралию, в Германию. Надеюсь, сейчас уже после этого эфира будет и в Англию. Будем надеяться, что везде у тебя... В Германии у меня есть игрушки. А, в Германии у нас есть Николаич. Какая прелесть. Вот, отправляла я его туда. Меня его купили за евро. Правда, покупали у меня его в Иркутске на ярмарке, но рассчитались со мной в евро. То есть эти евро у меня до сих пор лежат дома. Я их берегу. Женечка, я так рада, что мы с тобой повстречались. Это просто вот, я говорю, не хватает одного эфира для того, чтобы рассказать все твои таланты и показать, говорю, все твое творчество. Я благодаря тебе, я понимаю, что я запущу сейчас... Мне теперь можно, видишь, мне можно. Я спокойно зашла в свою мастерскую. Вы вместе со мной зашли в мою мастерскую. Я этого не делала никогда. Да, то есть для меня это такой большой-большой шаг. Оказывается, не страшно. Оказывается, никто меня не покусал. Возможно, и потом никто не покусает, если будут смотреть в прямом эфире. То есть я буду жива-здорова. То есть для меня это, ну, как для каждого. Первый шаг, он всегда страшно, ну, сделать. А потом же и ребенка не остановить, он научился ходить. А потом как побежит, побежит. Вот, я надеюсь, что тоже будут... Я тоже надеюсь, как значимо, потому что у нас именно сегодня Pancake Day. Это значит блинный день. Как говорят в России, первый блинкомом. Вот насколько значимо мы совпали в один день. Да? Для тебя, то, что это первый шаг. Я еще сегодня не рассказала про свой головной убор, если можно. Расскажи, расскажи. Расскажи, давай. На мне... Ой, сейчас разденусь. Сейчас разденусь. Вот видите, уже раздеваться начала. То есть утром по верху завязывался платок сверху, а под низ одевалась вот такая... Никогда бы не догадалась. ...головная убора. То есть это шамсура. Шамсура, сама. Я ее сшила и сказала, это одна единственная будет шамсура, потому что на большее я никогда, наверное, не осиплюсь, потому что она очень трудоемкая. То есть это головной убор замужней женщины. Так. То есть сюда прятались полностью все волосы, или можно было... Все. Нет, нет. Женщины убирали всю, все волосы. Все. Вот. И самое интересное, что она вот, она не завязывается, она перематывается, одевается, одевается сверху платок. Платок может быть уже другой. Самое для меня было открытие, когда я стала изучать костюмы, что у женщин не было верхней одежды от слова совсем. А они мерзли? А что они делали? А куда они ходили? В принципе, да, все поняла. Они ходили только по двору. Зачем ей какая-то теплая одежда? Когда она одела платок, завязала платок, сверху шаль, быстренько сбегала, прибежала, по хозяйству сделала и ушла. Ну ты же, какая несправедливость, как изменилась наша история, согласились? Кстати, про историю я вспомнила. У тебя была, по-моему, выставка, если не ошибаюсь, в городе Тальцы. Это же... Тальцы, да. Да, пожалуйста, да-да-да-да. Да, я ходила по всем этим избам, и вот ты действительно сейчас сказала, вот весь твой наряд великолепный, если не ошибаюсь, в одной из... Как правильно сказать? В одной из изб? Или в одной в избе? В избе, короче. В избе, короче. В ней что-то вроде манеккена, и вот там вот эта вот нарядившаяся шикарная женщина в своем головном уборе и так далее. Теперь я буду знать, оказывается, она даже выйти толком не могла, потому что ей было холодно. Пока ее муж выходил, а они хотели ли для него? Вот. Вот у нас веденщины, когда я разговаривала с историками, у нас здесь живут толстиковые историки, они занимаются изучением, то есть жизни нашей веденщины. И когда рассказывали о том, что у нас, в нашей веденщине, я жил в селе веденщина, нам больше 300 с чем-то там лет, ну, в общем, старое такое поселение, у нас, оказывается, есть из дом купца, фамилия у него Кузьмин, в нем сейчас библиотека, то есть ему больше 130 лет, ну, в общем, поселок, наше село такое, ну, с историей, хорошей историей. Вот. И я когда спрашивала по поводу, мне, ну, интересный женский костюм, она говорит, а какой женский костюм? Ну, приходили они, у них было 7, 7 юбок нижних, чтобы не замерзнуть. То есть это был минимум 7 юбок. Я говорю, в смысле, прямо 7 штук? Он говорит, ну, да, то есть она приходила домой, снимала там из себя вот эти нижние юбки, и потом уже ходила вот так. Вот отсюда, по идее, на игру, на стаканчики, да, помнишь, ты одевала вот эти игрушки, на самовар и так далее, вот это вот все обязательно нам покажи. Да, да. Я с тобой разговаривала просто бесконечно. Я хочу еще с тобой встретиться, если ты не против, потому что мы потом... Я не против. Да, я буду очень рада. К сожалению, нам придется завершить этот эфир. Почему? Потому что, ну, невозможно ввести все невозможное. Но я тебя еще раз приглашу, и я знаю, что у тебя будет еще куча интересных и фактов, и идей, и уже к тому времени... Спасибо. ...творческих, как сказать, нового опыта, да, новые какие-то, может быть, уже экскурсии, которые ты будешь проводить по своей студии. Ты вчера еще только говорила, что мой дом, моя крепость, и не хотела никого пускать. Посмотри на тебя сегодня. Да. Что ты нас пригласил? Я вроде жива. Да. Обязательно оставим ссылочку под этим эфиром и в Ютьюбе, и отправим меня на странице, чтобы люди находили, лайкали, подписывались, делились. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. От всей души, с любовью из Англии, в любимую мою Россию, в Сибирь отправляю. Спасибо доченьке тоже. Спасибо большое. Большое спасибо за приглашение, за энергетику, за информацию, за возможности, за теплоту и понимание, что все можно. Все нормально. Лезем в форточку, если нет у нас двери открытой. Спасибо огромное. Всего доброго, мои хорошие. И до скорости. Спасибо большое. И всем спасибо, что смотрели. До скорости. До свидания. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...